Добрый день, дорогие друзья, и сегодня мы вновь приветствуем вас на нашем канале Клуб Друзей Белинки. Сегодня мы поговорим с вами о творчестве братьев Гримм, об их научной деятельности и о том, как их сказки положили начало предверию жанра готического романа в мировой художественной литературе. Изучение родного языка, народных древностей, включая традиции, обычаи, легенды, сказки и мифы, все это, по мысли братьев Гримм, должно было развивать у немцев чувство принадлежности к одной нации и тем самым способствовать объединению разрозненной Германии в единое национальное государство. Говорить о братьях Гримм значит говорить прежде всего о сказках, собирателями и издателями которых они были. В наши дни сказки и легенды поражают воображение взрослого читателя чаще не в первозданной фольклорной форме, а как компонент современного художественного произведения. А между тем, сказки и песни сыграли свою незаменимую роль в процессе становления современных европейских наций. Новое гражданское самосознание, зародившееся в эпоху Просвещения во второй половине XVIII века, включало в себя и понимание самобытности исторического пути, языка, культуры и этнографических примет каждого народа. Писатели романтики, особенно немецкие, вообще выдвигали сказку в центр литературы, считая ее высшим поэтическим жанром. Сказка есть как бы канон поэзии, все поэтическое должно быть сказочным, утверждал Навалис. Истинная сказка, говорит он далее, должна быть одновременно пророческим изображением, идеальным изображением, абсолютно необходимым изображением. Истинный сказочный поэт есть провидец будущего. Поэт, таким образом, в глазах романтиков зачастую виделся в образе прорицателя, пророка. Наивысшей же формой прорицания многим из них представлялась сказка. Такое высокое понимание сказки, даже своего рода ее обожествление, было характерно и для таких крупнейших собирателей сказок, как «Братья Гримм». Объединяя понятие сказки с мифом и преданием, «Братья Гримм» и развившие многие их идеи наш уже русский ученый Александр Николаевич Афанасьев, видели в ней, в сказке, то есть метафорическое выражение древнейших поэтических воззрений народа, его представлений об окружающем мире. Именно поэтому «Братья» больше склонялись к мифологическому, нежели к конкретно историческому прочтению сказок. Якоб Гримм, например, выстраивая грандиозное здание немецкой мифологии, вышедшее в 1835 году, безо всяких оговорок включал сказочных героев в общий мифологический контекст. И хотя современная наука подвергает сомнению некоторых смелые лингвистические и мифологические сближения и параллели, однако сам поэтический метод их проникновения в стародавний народный метафорический язык оказывается плодотворным при сегодняшнем прочтении мифов и сказок. Обращение же к устному народному творчеству, разыскание и публикация памятников героического, мифологического и сказочного эпоса сыграли неоценимую роль в развитии всех европейских литератур. Без интереса к истории и национальному фольклору не было бы сегодня таких исторических романов, как произведения Вальтера Скотта и даже Фауста Гёте. Даже творчество Пушкина и Гоголя, Гюго и Бальзака и многих других великих писателей было бы значительно беднее. Лишь в таком широком контексте можно понять огромный размах неутомимой и поистине героической деятельности братьев Гримм, открытый всему миру лишь одной своей гранью, а именно детскими и семейными сказками. Три тома сказок вышли в Германии в период с 1812 по 1822 годы, а затем были переведены на множество языков, став очень быстро популярными. И в России они издавались сотни раз, включая даже настоящее время. Братья Гримм первыми среди европейских фольклористов осознали культурно-историческую, духовную и эстетическую ценность устной народной сказки, неотъемлемой части национальной культуры, столь же важной, как народные песни и героический эпос. Известно, что две главные сказительницы, у которых братья Гримм записали наибольшее количество сказок, а речь идет о Марии Гассенпфлуг и Доротеи Фимон, были выходцами из семейств французских гугенотов, переселившихся в Германию. Естественно, что они рассказывали в основном перешедшие им по семейной традиции французские сказки. Именно поэтому почти все сказки Шарля Перо, да и другие французские сюжеты в несколько измененном виде попали в сборник братьев Гримм. Сходство с Шарлем Перо было в отдельных случаях настолько очевидным, что после второго издания сказок братья изъяли из сборника такие произведения, как «Кот в сапогах» и «Синяя борода». Однако то, что касается «Синей бороды», как мы увидим с вами далее, дело пошло несколько иначе. Они подменили исходный сюжет Шарля Перо собственно немецким, народным, который по своему содержанию и по некоторым стилистическим деталям оказался гораздо богаче, нежели сюжет Шарля Перо. Также братья по возможности постарались уменьшить сходство и в остальных сюжетах. Но при этом текстологическая работа современных исследователей не ведет к переоценке сказок братьев в негативную сторону, однако лишь отчетливее указывает на их европейских контекст, как сформулировал это явление западногерманский филолог и лингвист Рёлике. В свете современных разысканий и исследований гораздо яснее вырисовывается соотношение в каждой конкретной сказке фольклорной и литературной основ. Сказки братьев Гримм не были сочиненными, как, например, у Клеменса Брентана, Вильгельма Гауфа или Ганса Христиана Андерсена, но в своем окончательном виде они заметно отдалились и от устной фольклорной сказки в том числе. Великолепное художественное чутье Вильгельма Гримма позволило ему при столь разнородных источниках добиться известной цельности – стилистического единства сказок. Получается, что сказки братьев Гримм живут как бы двойной жизнью. Одной своей стороной они поворачиваются для науки, филологии и фольклористики, где взвешиваются диалектные особенности и оцениваются варианты, где каждая сказка обрастает томами примечаний, сравнений и параллелей с соответствующими местами в сказках других народов, где сказки классифицируются и систематизируются по темам, сюжетам и группам. Другой же своей стороной, другой жизнью, живет сказка в сознании широких слоев читателей со всего мира, где ее существование чрезвычайно вольно и отражается во всевозможных пересказах и вариативности исходного материала. Сравнительно мифологический метод раскрытия истоков и специфики народной культуры и национального духа, разработанный якобы Гриммом, во многом связан с идеями романтического универсализма, а также романтического синтеза. К романтизму восходит также концепция народа и некоторая идеализация языческой, то есть дохристианской эпохи. Это, в свою очередь, позитивно сказалось на выработке более критического подхода к оценке исторической роли христианства. Широта универсально-синтетического подхода якобы Гримма к изучению древности национально-немецкой культуры была во многом утрачена его последователями, также сузилась сфера и применение разработанного им сравнительно мифологического метода в восстановлении древнейших слоев не только германо-скандинавской, но и всей индоевропейской мифологии. Интересно, что Якоб Гримм был решительным противником теории бродячих сюжетов еще до научного оформления самой этой теории, что прежде всего отразилось в трудах Веселовского. Миф, по мнению Якоба Гримма, это общее достояние народов. Заимствование и влияние, как частные факторы, безусловно, имели место, но ими ни в коем случае не объясняется сходство многих основополагающих черт в мифологии индоевропейских народов. Сложнее обстоит вопрос с объяснением самобытности того или иного народа. Научное обоснование связи между национальной мифологией и национальным характером во многом остается открытым вопросом и на сегодняшний день. В целом, можно сказать, что братья Гримм разыскали, издали, перевели и прокомментировали многие и разнообразные памятники германских, романских и скандинавских древностей. Вот лишь некоторые из них для того, чтобы вы почувствовали размах их научной деятельности. Итак, братьями Гримм были восстановлены песнь Ахильды Бранди, немецкие предания, древнедатские героические песни, а также семь томов древнегерманского права. В 1826 и по 1837 годы Якоб Гримм написал четыре тома немецкой грамматики, заложив тем самым прочный фундамент исторических исследований германских языков. С 1838 года и до самой своей смерти оба брата неустанно трудились над созданием универсального по своему замыслу словаря немецкого языка, может быть, самого основательного во всей мировой лексикографии. Достаточно сказать лишь, что первая часть этого словаря появилась в 1853 году, а последний, 380-й выпуск, увидел свет уже в ГДР в 1961 году. Только лишь простое перечисление всего сделанного братьями Гримм заняло бы не один день, но мы можем назвать и издание испанских романцев Якобом Гриммом в 1815 году, и песнь о Роланде, впервые опубликованную Вильгельмом Гриммом в 1838 году, и важнейшую научную работу того же Вильгельма, который назывался «Германские героические сказания», и вышла она в 1829 году. В ней с такой полнотой были представлены средневековые свидетельства о немецком героическом эпосе, что до этого никто ничего подобного еще человечеству не предлагал. Итак, один труд за другим до самой своей смерти. Вильгельм умер в 1859 году, Якоб в 1863 году. Легенда говорит о том, что Якоб Гримм умер, трудясь над буквой своего германского великого словаря, над буквой «Д», и фактически он умер от инфаркта за своим собственным письменным столом в 1863 году. Любовь к своему народу и стремление поставить науку на службу обществу – все это отчетливо обнаруживается и в сказках, которые собрали братья Гримм. Приверженность братьев к активному деятельному гуманизму именно в работе над собирательством и изданием сказок проявилась в наиболее демократических формах, близких в какой-то степени стихи на созидательному народному духу. И в то же время этот их гуманизм был вполне осознанным, о чем свидетельствует и обращение братьев к читателям в предисловии ко второму изданию своих сказок. Вот как они об этом говорят. «Помня о благотворной силе сказки, мы отдаем эту книгу всем добрым людям и хотели бы только, чтобы она никогда не попала в руки тех, кто даже эти крохи поэзии не хочет вернуть бедным и обездоленным». То есть по самому своему замыслу сказки предполагали настолько народное свое восхождение, вхождение в народ, что самой основной идеей братьев Гримм было создание книги, которая могла бы оказаться в каждом доме, что бедного, что богатого. Особенно бедных детей и бедных людей, которым порой не на что было купить книги и для которых сказки братьев Гримм являлись бы единственным путем, единственной лазейкой в мир настоящей немецкой мифологии. Если мы будем говорить о биографии братьев чуть подробнее, то хотелось бы остановиться вообще на том, каким образом сложилась их жизнь, как они пришли к тому, чтобы стать собирателями сказок. И вообще хотелось бы показать то, что порой часто забывается, ведь братья Гримм известны не только как сказочники, как собиратели немецких преданий и мифов, но и как очень серьезные ученые, лингвисты, а также и занимавшиеся юриспруденцией до того, как стать лингвистами. Вот что пишет Якоб Гримм своему брату Вильгельму 12 июля 1805 года. «Потому что мы с тобой, дорогой Вильгельм, никогда не расстанемся, и ежели случится, что одного из нас вздумают куда-то перевезти, то и другому придется сразу же сняться с места. Мы уже так привыкли к этому нераздельному единству, что самая разлука наша меня бы смертельно опечалила». Родина Гриммов и их предков находится в юго-восточном Гессене, в долинах Кинцига, реки, имеющей протяженность немногим более 80 километров, и возле Ханау, впадающей в Майн. Здесь, в Ханау, и родились Якоб Гримм 4 января 1785 года и Вильгельм Гримм годом позже, 24 января 1786 года. Уже через пять лет, в 1791 году, семья Гримм переехала в Штайнау, в верховьях Кинцига, куда отец семейства Филипп Вильгельм Гримм, сперва адвокат, а затем и великокняжеский Гессенханауский городской регистратор, был переведен на должность окружного судьи. Переезд из Ханау в Штайнау был одновременно и возвращением на родину отцовских предков, ведь в этом городе, 19 сентября 1751 года, родился сам Филипп Вильгельм Гримм, отец братьев. Небольшой укрепленный город Штайнау стоял на торговом пути, соединявшем торговые центры Франкфурт-на-Майне и Лейпциг, и в течение ряда столетий он сохранял свое значение, почему и называл себя Штайнау на пути. Каменоломник, где добывали базальты и известняк, кирпичные заводы и лесопильни придали этому весьма живописно расположенному городку некоторое промышленное значение, что особенно характерно для любви братьев Гримм к родному краю и основанной на ней любви к отечеству. Уже от предков детям семейства Гриммов передалось ощущение места, где протекали их детские годы, как близкого и родного. Для их прадеда, церковного инспектора Гримма, а он жил с 1672 по 1748 годы, Штайнау в течение 42 лет был центром деловой активности. Его сын, пастор Фридрих Гримм, родившийся в 1707 году в Штайнау и умерший там же, провел всю свою сознательную жизнь почти полвека, охраняя церковные достопримечательности городка и покой своей паствы. А его внук, отец наших братьев Гримм, все свое детство и годы службы в качестве окружного судьи. 14 могил на кладбище и в церкви Штайнау были отмечены к 1796 году именами Гриммов. Филипп Гримм, отец братьев-сказочников, умер в возрасте всего 44 лет. Его жена Доротея родила ему за время их супружества, длившегося ровно 13 лет, девятерых детей, трое из них умерли в самом раннем возрасте, а старшему из шестерых, то есть якобы, было на тот момент всего 11 лет. Как мы видим, родословное древо Гриммов действительно просто, ну не то чтобы большое, оно действительно очень важное, огромное, и нужно сказать, что в какой-то степени все предки братьев Гримм, они находились на страже Штайнау, на страже ее духовного спокойствия. Если мы будем говорить о матери братьев Гримм, которую звали Доротея Циммер, то она родилась 20 ноября 1755 года, а вот умерла уже в Касселе 27 мая 1808 года. Их мама была из семьи юристов. Дед братьев-сказочников с материнской стороны Иоганн Герман Циммер был советником канцелярии в Ханау, а незамужная сестра Доротея Гримм, Генриета Филиппина Циммер, жила в Касселе, будучи камеристкой ландграфиней Гессенской. Мир родного края и семейное происхождение определили ту особую любовь к отчизне, которая так характерна для становления братьев Гримм вплоть до их зрелого возраста, и которая не раз побуждала их к профессионально-научной деятельности. Их переполнял местно обусловленный как бы гессенский патриотизм, ориентированный на так называемого отца Отечества, то есть владительного князя. В те времена государь повсюду определял религиозное вероисповедание своих подданных. В Гессенкасселе это означало принадлежность к реформатской церкви, учения которой дед и прадед Гриммов проповедовали в Ханау и Штайнау. Якоб Гримм в своей автобиографии пишет так. «Нам внушена была глубокая любовь к отчизне. Каким образом, я не знаю, ибо говорить об этом не говорили тоже. Но у родителей никогда не появлялось ничего такого, в чем сквозило бы иное убеждение. Нашего князя мы считали лучшим, какой только возможен. Наш край благословеннейшим из всех. Мне помнится, что мой четвертый брат, которому впоследствии раньше и дольше нас пришлось жить за границей, здесь имеется в виду брат-живописец Луис Гримм, в будущем художник и гравюр Людвиг Эмиль Гримм. В детстве мой четвертый брат раскрашивал все города и реки на карте Гессена более яркой краской. Тут нужно сказать, что Якоб Людвиг Карл был вторым, а Вильгельм Карл Гримм был третьим сыном. То есть первенец у них скончался, а вот старшим как раз-таки на момент смерти отца, впоследствии матери, всегда был Якоб Гримм. Он всегда был главой семьи. Немного стоит сказать о том, что в те времена эпоха была непростой. Длившиеся два десятилетия военные конфликты, и ход которых оказал существенное влияние на детство и юность братьев Гримм, затронул их не сразу, но он очень достаточно серьезное влияние оказал на их судьбу. На первых порах события, сотрясавшие большую часть Европы, непосредственно не коснулись детей Гриммов, пребывавших под надежной опекой матери и тетушки Шлемер, а позднее и тетушки Циммер. Конечно, торговый путь, на котором был расположен Штайнау, не раз становился военной дорогой, однако отец умел оберегать семью от своих служебных забот. До последних часов своей жизни он пекся о благе близких. Смерть отца нанесла Гриммам гораздо более тяжелый удар, вообще, в принципе, чем какое-либо внешнее событие. Была легенда, что, как говорил Якоб Гримм, в центре их стола всегда стояла сверкающая оловянная миска, и раньше всегда за ней сидело девять человек, а теперь лишь восемь человек сидело за обеденным столом вокруг этой самой одной сверкающей оловянной миски. Мать с шестью детьми, а из них Якобу самому старшему, напомним, на тот момент было 11 лет, и самой младшей дочери Лотхем не исполнилось еще и трех. Да и их верная служанка Мария, женщина, неустанно трудившаяся в доме, в саду и в хлеву, она стала поистине членом семьи. Она всегда помогала матушке братьев Гримм, и всю свою жизнь была нагружена сверх сил. Эта женщина тоже, как могла, помогала семье. То есть, несмотря на то, что все Гриммы вышли из достаточно, казалось бы, обеспеченного среднего класса, история распорядилась таким образом, что они очень быстро потеряли какое-то свое, не то чтобы богатство, но какие-то средства к существованию, попали в кризис, и нужно было решать, в общем-то, да, как жить дальше. Конечно, окружной судья Филипп Гримм, их отец, им кое-что оставил, но этого небольшого состояния хватало лишь на самое скромное существование, на самое основное. Самую же большую заботу для матери составляло будущее ее детей, и это касалось в первую очередь надлежащего школьного обучения ребят. С маленькой Лоттой, с сестрой Гриммов, она, конечно, могла поначалу заниматься сама, учить ее читать и писать. Однако значительно труднее было обеспечить подрастающим сыновьям возможность получить общую образовательную подготовку, которая открыла бы им дорогу в университет. Их отец желал, как он сам изучал юриспруденцию, правовые науки в университетах Марбурга и Хербурна, чтобы его старшие сыновья, то есть Якоб и Вильгельм, определились в Гессене на государственную службу в качестве юристов. Однако поступление в школу более высокой ступени в то время зависело в первую очередь от денег и в известном смысле от сословной принадлежности. Гримм оставил семье небольшое состояние, но его, безусловно, не хватило бы на то, чтобы содержать большую семью и обеспечить шестерим детям дорогостоящее обучение в учебном заведении более высокого уровня. Здесь помощь оказала бездетная родственница. На место умершей к тому времени тети Шелемер, сестры отца, заступила тетя Циммер, сестра матери. Будучи камеристкой ландграфини Гессенской, она принадлежала ко двору и потому могла спокойно обеспечить, по крайней мере, двоих из многочисленного семейства Гримм. Так, в 1798 году она забирает якобы и Вильгельма в Кассель и отдает их в тамошний пансион на полное, как бы мы выразились сегодня, гособеспечение. Именно в Касселе братья Гримм сформировались как исследователи сказок и преданий и как зачинатели науки об истории германских народных обычаев вообще и о немецком языке в частности. Генриета Циммер несла на себе все расходы по содержанию и обучению племянников. Поскольку она, будучи камеристкой, а затем и кюрфуристкой, той самой вот ланд-графини, она собственного хозяйства не вела, то смогла поместить обоих сыновей своей сестры на квартиру с пансионом к придворному повару. Как и следовало ожидать, несмотря на все прилежание и всю жажду знаний, свойственных юным Гриммам, начальная подготовка детей из провинциального городка не отвечала тем требованиям, какие предъявлялись в лице резиденции. Поэтому она пригласила для дополнительных частных уроков воспитателя пажей Дитмара Шчора. Однако занятие с ним, хотя он и оказал врачам большую помощь в приготовлении домашних заданий, сводилось преимущественно к преподаванию им французского языка. Однако благодаря этому Якоб Гримм завершил свое школьное образование лицем фридерцианум к Пасхе 1802 года, закончив младшее отделение 7 класса. Болезненный Вильгельм годом позже оставил младшее отделение 6 класса и последовал за братом в Марбург, чтобы тоже заняться там изучением юриспруденции. Вообще обычно требовалось 7 или 8 лет, прежде чем учащиеся лицея обретали должную зрелость для занятий в университете. Если Якобу и Вильгельму удалось достичь этой цели первому уже за 4 года, а второму за 5 лет, то этим всем они в значительной степени обязаны тете Циммер, позаботившись о дополнительных уроках. Решающим, однако, было неутомимое усердие двух братьев, которые выдерживали ежедневно по 6 часов школьных занятий и потом еще 4-5 часов частных уроков и работы над домашними заданиями. И хотя оба брата с любовью относились к филологически-историческим занятиям и исследованиям, и тем стяжали себе славу ученых, выходящую далеко за пределы немецкоязычных стран, примечательно все же, что Якоб подчеркивает недостаточность преподавания филологических и исторических знаний в Касселе. Примечательно тем более, что Якоб, по семейной традиции предназначенный стать юристом, был в юности, как и его брат Вильгельм, усердным собирателем растений, бабочек и птичьих яиц. И занятия, естественно, научные, он, несомненно, предпочитал юридическим. Однако у братьев Гримм рано пробудился интерес к собственной литературе. Школьные товарищи, ставшие как Пауль Вигант, их друзьями на всю жизнь, сообщали о том, что братьев Гримм в свои немногие свободные часы не только собирали коллекции и рисовали, но и, несмотря на скудные карманы и деньги, приобретали гравюры и первые книги для своей и поныне знаменитой библиотеки. Таким образом, годы учения в Касселе создали предпосылки для плодотворных занятий впоследствии в Марбургском университете. Говоря о годах обучения в Марбургском университете, стоит заметить, что 45-летний Якоб Гримм, начинающий профессорскую деятельность в Геттингене, в автобиографии точно изобразит, насколько изменились обстоятельства его жизни с началом университетских занятий. Так он пишет. Весной 1802 года, на год раньше, чем Вильгельм, который в то время долго и опасно хворал, поступил я в Марбургский университет. Расставание с братом, с коим я всегда жил в одной комнате, далось мне тяжело. Но мне надо было, как можно раньше, окончив университет и добившись желанной должности, снять часть забот с любимой матушки, чье состояние уже почти растаяло, и возместить ей хоть малую толику той великой любви, которая она доказала нам своим стойким самоотречением. В Марбурге пришлось мне жить стесненно. Вопреки всем обещаниям, нам так и не удалось получить хоть малейшую материальную помощь, хотя матушка была вдовой окружного суди и растила для государства пятерых сыновей. Однако меня это никогда не огорчало, продолжает Якоб Гримм. Напротив, потом я часто чувствовал, что скромное имущественное положение дарует счастье и даже свободу. Бедность побуждает к прилежанию и труду, оберегает человека от всякого рода соблазнов и внушает ему не столь уж неблаговидную гордость, которую поддерживает в нем сознание собственной заслуги сравнительно с тем, что другим людям доставляет их происхождение и богатство. Я хотел бы даже придать этому утверждению более широкий смысл и многое из того, что вообще удалось достичь немцам, приписать именно тому, что они народ небогатый. Они работают, карабкаясь вверх, и сами пролагают себе множество нехоженных путей, в то время как другие народы движутся по широкой торной дороге. Так говорил Якоб Гримм. Переехав к брату, Вильгельм селится с ним в одной комнате в старом вахверковом доме. Братья принимали мало участия в шумной студенческой жизни. Однокашники прозвали Якоба стариком, потому что он держал себя насмешливо и иронично и порой высказывал резкие суждения. Что же касается Вильгельма, начавшего занятия юриспруденцией летом 1803 года, то так как он был более любезный в обхождении и более открытый по отношению к товарищам студентам, то получил прозвище «Малыш». Братья были серьезными и прилежными студентами. Хотя Марбургский университет в те времена не принадлежал к самым значительным в Германии питомникам науки и образования, они использовали все свои возможности, которые открывались им в лекциях и практических занятиях. Позволяя себе вольность не посещать учебные занятия, от которых братья не ждали обогащения своих знаний, они, тем не менее, были внимательными слушателями лекций, посвященных, хотя и не тем научным дисциплинам, какие требовались им для владения избранной профессией, но тем, что их по-настоящему интересовали. Первым значительным поворотом в жизни Якоба Гримма было знакомство с Фридрихом Карлом фон Савиньи. Молодой ученый-правовед, чье имя вскоре будет неразрывно связано с исследованием римского права, а в эпоху реставрации в Пруссии и с пересмотром законов был всего на 6 лет старше Якоба Гримма. Будущий высокопоставленный чиновник, с 1817 года тайный советник юстиции и член Прусского государственного совета, а с 1842 года глава специально созданного Министерства по пересмотру законов Савиньи быстро стал настоящим кумиром для братьев. Оба Гримма были восторженными слушателями Савиньи и так сблизились с ним в человеческом плане, что их постоянный личный контакт, длившийся всего несколько лет, перерос в настоящую дружбу. Эта дружба, в свою очередь, открыла братьям возможность непосредственного общения с известными представителями романтизма, да и современной духовной жизни вообще. Якоб впервые ближе познакомился с немецкой поэзией Средневековья. При всем его предубеждении против модернизации текстов, которого не скрывал тогдашний 18-летний студент, якобы Гримма поразила масштабное поле для будущего изучения. Он предощущал обширный, едва приоткрывшийся мир средневековой поэзии. В то время как братья исправно слушали юридические лекции и с их помощью оттачивали свое научное чутье, они уже ощупью как бы вступали в совершенно новую для них область, именно область изучения германских древностей. И с радостным рвением собирали свою общую библиотеку. При этом они познакомились с новыми произведениями и романтиков, где находили подтверждение собственным мыслям. То есть они все более и более приближались к привлекающему их миру. Чтобы по достоинству оценить годы учения в Марбурге и их значения в дальнейшей жизни братьев Гримм, надо принять во внимание, что за относительно короткий срок они получили там множество импульсов. Именно в 1803 году, когда Вильгельм приехал в Марбург, где Якоб уже учился, Савиньи стал экстраординарным профессором. Альфред Хёк особенно высоко оценивает отношения, складывавшиеся у братьев Савиньи. Так он пишет. В лице Савиньи и братьев Гримм встретились великий учитель и великие ученики. В этом, наверное, и заключается истинный смысл их пребывания в этом маленьком университетском городе, где они узнали, что такое образование и наука, использовали благодатные возможности для расширения своего духовного мира и нашли путь к самим себе. Во время своего пребывания в Париже с февраля по сентябрь 1805 года Якоб Гримм был гостем Савиньи и его жены Кунигунды. И бывший наставник, а теперь уже настоящий друг, охотно предоставил старшему Гримму возможность литературных изысканий в собственной библиотеке. Однако не менее важным для Якоба оказалось и первое непосредственное знакомство с внешним миром, ибо над Парижем, столица европейского духа, по крайней мере в том, что касалось молодых естественных наук, сиял тогдашний блеск императорской короны, которую Наполеон за год до того надел себе на голову. Однако 20-летнего Якоба это мало впечатляло. Он предпочитал посвящать себя спокойной исследовательской работе, а свободное время использовал для посещения музеев и театров, с тем, чтобы с их помощью расширить свой кругозор. В национальной библиотеке, где он занимался поисками средневековых источников римского права для Савиньи, Якоб наткнулся на старейшую знаменитую рукопись Мини Зингеров, с которой изготовил несколько списков и послал их Вильгельму. А тот сравнил оригинал с обработкой Тика. Младший брат со своей стороны усердно изучал немецкие литературные журналы и новинки книжного рынка, которые он, насколько позволяли его ограниченные средства, приобретал для их совместной библиотеки. Он сообщал об этом брату и побуждал его искать среди рукописей в парижских библиотеках прежде всего старинную немецкую поэзию. Быть может, ему и удастся найти что-либо достопримечательное и неизвестное. Сообщение Вильгельма из Марбурга и его воодушевляющие советы брату, погруженному в Париже в изучение рукописей, способствовали тому, чтобы у Якоба постепенно созрела мысль об их призывании, маячившее впереди и все четче становившееся ясной и для Вильгельма. В школьные и студенческие годы братьев Гримм в политической и социальной сфере совершались перевороты, затронувшие не только Европу, но и новый свет. Эти перемены в Европе и дальше в Америке были теснейшим образом связаны с выступлением буржуазии против господства дворянства вообще и абсолютистской власти князей в частности. Растущая мощь буржуазии была вызвана индустриализацией ремесленного производства и техническими изобретениями, сохранившими свое значение и по нашей дне, и бывшими не в последнюю очередь следствием необычайного прогресса естественных наук. Одновременно большой подъем переживала и вся духовная и творческая жизнь эпохи. Для философии наступил один из самых плодотворных периодов. Такие научные дисциплины, как география и особенно важное для того времени языкознание берут свое начало, несмотря на заслуги предшественников, именно в ту эпоху. Это великое время расцвета науки, исследований и образования было также чрезвычайно плодотворным для творчества живописцев, скульпторов, архитекторов, чьи произведения в такой же мере принадлежат к неприходящему культурному наследию, как и произведения классической и романтической литературы. Осенью 1805 года Якоб Гримм в возрасте 21 года и Вильгельм Гримм, которому было на год меньше, возвращаются в Кассе, так же, как и старшие братья, окончившие Марбургский университет. Семья занимает одну общую для всех квартиру на третьем этаже, дома на тогдашней Йохаништрассе. Позднее это был дом номер 17 по Маркт-Гассе, известный как «Дом сказки братьев Гримм». И прежде его украшала мемориальная доска, однако во Вторую мировую этот дом был полностью разрушен в ходе военных действий. Теперь для семейства Гримм стало особенно важно, чтобы старшие братья как можно скорее получили должности и звания. В мае 1806 года Вильгельм сдал свой юридический экзамен, однако его попытки устроиться на службу потерпели полную неудачу, так как через несколько месяцев французов вступили в Кассель. Якоб же нашел место в военной коллегии кюрферства Гессель-Кассельского. Вот как он об этом пишет. «Я хотел стать асессором или секретарем в правительственной канцелярии», говорит он в своей автобиографии, «Но все было занято, и я с превеликим трудом добился наконец права занять место в секретариате военной коллегии. Большая и однообразная работа не очень-то улыбалась мне, когда я сравнивал ее с той, какую за три месяца до того выполнял в Париже. А вместо модного парижского платья я должен был носить чопорную униформу и пудренный парик с косицей. И все-таки я был доволен и старался отдавать весь свой досуг изучению литературы и поэтического искусства средних веков. Склонность к этому разгорелась во мне тоже еще в Париже, благодаря чтению некоторых рукописей, а также покупке редких книг». Вильгельм, вернувшийся из Марбурга, посвятил себя той же задаче. Братья работали в тесном содружестве, но наряду с совместными сочинениями издавали и самостоятельные. При этом выяснилось, что якобы больше стремится к научной точности, в то время как Вильгельм следовал еще и своим художественно-поэтическим наклонностям. Первые научные статьи братьев Гримм появились в 1807 году в новом литературном вестнике в Мюнхене. В номерах 11 и 12 Якоб опубликовал отзыв на Аделунговы сообщения о старинных немецких поэмах. Между тем, как в номере 21 поместил некоторые замечания о средневековом немецком романе Вильгельм из «Оранжа». Уже год спустя оба брата стали сотрудниками основанной в 1808 году в Гейдельберге Ахимом фон Арнемом и Клеменсом Брентана так называемой «Газеты для отшельников», которую они издали впоследствии отдельной книгой под названием «Утешительное одиночество». Первая статья Якоба появилась в седьмом выпуске. И в том же выпуске Вильгельм начал публиковать свои переводы с датского, который затем в 1811 году в измененном и переработанном виде издал как свою первую книгу под названием «Древнедатские героические песни». В том же году выходит и первая книга Якоба, которая называется «О старонемецком мейстерзанге». Итак, поворотный момент наступает, когда в июле 1808 года Якобу было поручено ведать личной библиотекой короля Жерома милостью Наполеона короля Вестфалии. Швейцарский историк Иоганнес фон Мюллер, с которым Наполеон встретился в Берлине и который затем стал государственным секретарем в королевстве в Вестфальском, поспособствовал устройству молодого ученого, хотя был с ним едва знаком. Однако до более близкого контакта с братьями Гримм дело так и не дошло. Потом, как вскоре в мае 1809 года Иоганнес фон Мюллер умер. 23-летнему Якобу Гримму после бедственного 1807 года и смерти матери не оставалось ничего другого, как воспользоваться представившейся ему возможностью твердого заработка. Так само собой получилось, что Якоб, старший из братьев, оказался во главе семьи. Вообще говорят, что в его натуре было что-то властное, что, однако, его не портило. Уже после смерти отца он стал считать себя главой семьи, признавая над собой одну лишь матушку. К тому же зарабатывал только он один из всех. Даже Вильгельм постоянно ему подчинялся. Хотя не всегда это было легко. Поэтому-то Якоб Гримм без колебаний согласился занять предложенное ему через посредство Мюллера место королевского библиотекаря. Как он пишет, «Вскоре у меня появилось жалование в 2000 франков, которое через несколько месяцев, возможно, потому что мною были довольны, увеличилось до 3000». Это Якоб Гримм рассказывает в своей автобиографии 1830 года. И вот он дальше рассказывает, «Прошло еще некоторое время, и однажды утром король самолично сообщает мне, что он назначил меня аудитором при Государственном Совете. Тогда эта должность почиталась за особое счастье и легко вела на более высокие ступени. Поскольку это, к тому же, еще увеличивало мой оклад на 1000 франков сверх основного жалования, то теперь я, годом раньше не получавший ни пфенинга, имел более тысячи рейхстайлеров жалования, и все заботы о прокормлении семьи разом улетучились». Обязанности библиотекаря и аудитора позволяли якобы также заниматься научными исследованиями и собственным собирательством. Он пишет, «Я обязан был находиться в библиотеке или в кабинете всего несколько часов, но и в течение этих часов, зарегистрировав все вновь поступившее, имел возможность читать и делать выписки для себя», рассказывает он. «Король очень редко требовал книги или какие-либо сведения из книг, а другим людям ничего и не выдавалось. Все остальное время принадлежало мне, и я почти безраздельно употребляла его на изучение старинной немецкой поэзии и языка, ибо в Государственном Совете у меня было мало дел, не считая того, что я должен был в великолепном расшитом мундире присутствовать на заседаниях». И вот здесь мы подходим к тому, что теперь, когда их финансовое благополучие было полностью обеспеченным, они смогли наконец-то заняться тем, о чем мечтали всю свою жизнь, а именно обратиться целиком и полностью к немецкому фольклору, начиная разыскивать самые древние предания устного народного творчества сказки. Вообще, стоит сказать, что перед этим сказки собирали и публиковали в Германии и раньше. Иоганн Готфрид Гернер еще в 1777 году писал о сущности сказок. «Они, сказки, в известной степени суть результат верования народа и его чувственных представлений, его сил и влечений, когда люди мечтают потому, что не знают, верят, потому, что не видят, и совершают поступки от всей своей цельной и непросвещенной души». Так что, это большая тема для изучения, как для историка человечества, так и для философа и поэта. Гердер понял, что в его время сказка приобрела двоякое значение, как форму художественного выражения для писателя, но вместе с тем и как предмет научного исследования. Романтики, такие как Тик, Брентана, Шамиссо, Гауф, создали литературную сказку, пользуясь при этом традиционной сказкой как особой формой для воплощения своей поэтической задачи. Да и позднее литературную сказку охотно использовали такие писатели, как Готфрид Келлер и Теодор Шторм. А датскому писателю Гансу Христиану Андерсу она принесла вообще мировую славу. Не случайно крупные прозаики после классической и послеромантической эпохи снова и снова выбирали сказку, чтобы показать победу добра над злом. Однако именно те сказки, которые рассказывала старая няня, они-то были истинно народными и в истоках своих нередко восходили к ранней стадии человечества, передаваясь из уст в уста из поколения в поколение и воплощая в себе известную человеческую мечту об избавлении от нужды, несправедливости и гнета. Современные изыскания углублялись по их следам в минувшие века и тысячелетия, встречая почти что у всех народов Земли одни и те же мотивы, а часто одни и те же сказочные образы, перенимая их в том виде, в каком эти сказки и не только с прошлого века, запечатляли собиратели, слушая их в народе и затем собирая и записывая именно как что сказка в своих истоках восходит к времени первобытного общества и отражает самые ранние конфликты человека с окружающей его враждебной и дружеской природой. В эпоху классового общества старые сказочные формы изменяются, сказка обогащается новыми мотивами. На столетия сказка становится важнейшей возможностью литературного самовыражения угнетенного народа, особенно в деревнях. Именно поэтому в этике сказок большей частью очень крепкой, неизменно основанной на противопоставлении добра и зла, вместо которых достаточно часто занимают справедливость и несправедливость, порой в самых фантастических своих образах, можно обнаружить социально-критические и демократические черты. В этом плане сборник Перо содержит и народные сказки, которые бытовали также в Германии и позднее были записаны братьям Мингрим, такие как «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Золушка» или такие, что стали известны здесь в более измененном виде. Например, «Мальчик с пальчик» из немецкой книги сказок Людвига Бехштейна, изданной впервые в 1844 году. Братья Гримм при этом отвергали какую-либо литературную или поэтическую переработку или свободное переложение сказок, сохранившихся в устном народном предании. Именно поэтому они так ценили издание Перо. «Заслуга Перо состоит в том, что он ничего не прибавлял, из-за исключения мелочей оставил вещи такими, какие они есть», писал Якоб Гримм. При всем том неверно было бы заключить, что братья Гримм брали материал как бы из вторых рук. В истории немецкой литературы нет, пожалуй, другого примера такой пристальности, усердия и терпения, с какими Якоб и Бельгельм Гримм и их многочисленные помощники выслушивали людей из народа и дословно записывали их рассказы. Тот факт, что в их собрании всплывают некоторые образы, уже известные нам по сборникам сказок, существовавших до братьев Гримм, доказывает только, что исконное свойство народной сказки приживаться и передаваться из уст в стад поколения к поколению всюду и везде, без различия во времени и месте, оно бессмертно. Якоб и Бельгельм Гримм еще были далеки от цели, когда в 1806 году пустились странствовать по Гессенскому краю, чтобы услышать сказки непосредственно из уст народа, записать их и собрать в предчувствии, вскоре перешедшим в уверенность, что настало время заняться этими преданиями, дабы не дать им навсегда исчезнуть. Не без волнения узнаем мы, сколько труда и подчас горького разочарования было связано с открытием и приобретением какого-то нового материала, как им совсем нередко приходилось уходить с пустыми руками, несмотря на всю их дипломатию и силу убеждения, пишет Бельгельм Шоуф, разносторонне осветивший в своих многочисленных публикациях жизнедеятельность братьев Гримм, как они пишут дальше сами братья. Вначале мы полагали, что и здесь многое погибло и остались лишь сказки, известные и нам самым, просто их часто, как это водится, рассказывают с отклонениями. Но, будучи внимательными ко всему, что еще действительно уцелело от поэзии, мы пожелали познакомиться и с этими отклонениями. И тут нам открылось кое-что новое. И хотя у нас не было возможности опрашивать людей далеко о крест, наше собрание год от года возрастало, так что теперь по прошествии шести лет оно кажется нам богатым. При этом мы понимаем, что многого нам еще не хватает, однако нас все-таки радует мысль, что главное и лучшее уже у нас в руках. Почти все, за немногими оговоренными исключениями, было собрано в Гессене и в графстве Ханау на берегах Майна и Кинцига, откуда мы родом, и записано по устным рассказам. Именно поэтому с каждой сказкой для нас связаны еще и приятные воспоминания, пишет Якоб Квин. Преимущественно, как сейчас историки и литературоведы высчитывают, преимущественно, именно в 1807 и 1808 годах братья Порзнь разъезжали по Гессенскому краю, чтобы встретиться с тем или иным знатоком сказок, о котором они каким-то образом проведали. Затем им следовало уговорить его рассказать им сказки и для начала дословно их записать. Так были опрошены пастух на лысых вершинах Брунсберга возле Хёкстера и драгунский вахмистер Краузов Гоуфе под Касселем, у которого братья выменили сказки на старое платье. Умела рассказывать сказки и одна молодая голландка, дружившая с Лотхен Грим. Не всегда расспросы, правда, оказывались такими успешными, как ожидал прежде всего Вильгельм. Сохранились сведения о весьма неудачных попытках, какие Вильгельм Гримм предпринял, например, с Марбургской сказительницей в тамошнем Елизаветинском госпитале или с одной старой женщиной в Хёкстере, с которой он познакомился там, когда гостил у своего друга Пауля Виганда. В попытках, способных обескуражить других, не столь упорных собирателей и заставить их свернуть с намеченного пути. Тот факт, что братья Гримм в своих ранних материалах не указывали имя рассказчика или место и время записи, задал работу гримоведению вплоть до наших дней. Тем более, что в первом томе, вышедшем в 1812 году и содержащем 86 сказок, ссылки на источники были даны только к 12 сказкам, подчеркнутым не из устного предания, а из сборников XVI-XIX веков. Прежде всего, нам стоит познакомить с самыми знаменитыми сказителями братьев Гримм читателя и слушателя, дабы он полностью представлял себе именно от каких людей передавались сказки. Но еще следует сказать немного о первой рукописи, которую братья Гримм посылают своему другу Брентана о рукописи сказок. Они посылают ее своему другу Брентана по его настоятельной просьбе, и эту рукопись они в итоге не получают обратно. Эти рукописные заметки братьев вместе с семью автографами сказителей были найдены лишь через много лет после смерти сказочников в наследии самого Брентана, хранившимся в монастыре тропистов Элленберг в Эльзасе. Из элленбергской рукописи 1810 года как называется теперь этот дружеский дар в кавычках братьев Гримм Клеменсу Брентана становится ясно, что большую часть из 49 сказок, а в целом 42, братья Гримм записали сами. Кроме того, там имеется семь автографов сказителей. Вот почему Клементана им не передал обратную эту рукопись? Может случиться такое, что он про нее просто забыл? Или это было сделано с умыслом? Неизвестно. Тем временем братья Гримм продолжали усердно собирать сказки. Поскольку Брентана не подавала себе вестей, что наводила на мысль о публикации им сказок самому, то по настоянию их друга Арнима и его помощь в поисках издателя послужили окончательным толчком к осуществлению планов, которые уже были достаточно сформированы в головах у братьев Гримм, у Вильгельма и у Якоба. Интересно, конечно, вот еще в первой книжной публикации Вильгельма Гримма в древнедатских героических песнях, балладах и сказках, вышедших в Гейдельберге в 1811 году, говорится. В сказках открывается волшебный мир, который сохранился и у нас, в наших родных лесах, подземных пещерах, в глубинах моря. Его еще показывают детям. Эти сказки заслуживают больше внимания, нежели им уделяли до сих пор не только ради их поэтичности, которая привлекательна сама по себе, но и потому, что они принадлежат к нашей национальной поэзии, ибо можно доказать, что они уже много веков бытуют в народе. А Якоб Гримм, для которого сохранение культурного наследия стало даже в большей степени, чем для Вильгельма, как бы сверхнациональной задачей, писал. Сейчас самое время собирать и спасать старые предания, чтобы они не испарились, как роса под жарким солнцем, не погасли, как огонь в колодце, и не умолкли навеки в тревогах наших дней. 3 сентября 1812 года Вильгельм Грин наконец пишет Гересу о сказках, собранных вместе с братом. Он пишет. Итак, постепенно мы составили из них богатое собрание и думаем напечатать его без шнурков и золотого тиснения, просто и без затей в виде обыкновенной книжки для народа. В том же месяце 85 сказок первого тома были отосланы в Берлин издателю Реймору, которого братья смогли заинтересовать своими работами. И так еще до конца года детские семейные сказки вышли первым тиражом в количестве всего 900 экземпляров. Однако успех этой совместной публикации братьев был ошеломляющим. Ободренные признанием, которое приходило к ним со всех сторон, братья Гримм сразу же принялись готовить к печати второй том. При этом особую радость собирателям доставляли многочисленные предложения разных лиц помочь им в дальнейшем собирании сказок, сообщив те, что они знают сами. Дальнейшая работа по собирательству сказок легла теперь исключительно на плечи Вилькельма, который и первым томом занимался с особой любовью, сообщив ему при этом свой собственный стиль. Довольно скоро выяснилось, что из педагогических соображений целесообразно выпустить отдельное издание избранных сказок, которые можно было бы дать в руки непосредственно детям. Этот малый сборник вышел уже в 1825 году и очень скоро стал самой популярной немецкой книгой для детей. Уже в 1820 году книга вышла на датском языке, а за ней последовали голландское, английское и французское издания. В Германии еще до конца века, в 1892 году, было напечатано 25-е полное издание обоих томов. Вильгельм старался не только от издания к изданию умножить число сказок и сделать изложения со всей точностью сохраняя предания поэтически более выразительным, но он последовал также совету снабдить книгу сказок картинками. Более поздние перепечатки гримовских сказок иллюстрировали знаменитые живописцы и графики, такие как Мориц фон Швинд, Пауль Мейергейм, Леопольд фон Калькрейт, Макс Лефок, Вернар Клемке и другие. Всего за несколько десятилетий детские и семейные сказки братьев Гримм стали доподлинно народной книгой далеко за пределами Германии. Даже за границей сказки, собранные и опубликованные братьями Гримм, остались жить в народе. В 1844 году Альберт Дункер, один из первых биографов братьев Гримм, писал, «Уже одного этого подарка, сделанного двумя братьями нашей нации, достаточно для того, чтобы их имя осталось нетледом до тех пор, пока существует немецкий народ». Что говорить о сказителях? Здесь прежде всего стоит подчеркнуть, что решающим фактором остается, чтобы собиратели сказок не изменили ни тем, ни основных критических тенденций, сохранившихся в народе преданий, а записали их верно и правдиво, сделав доступными для современников и оставив для передачи грядущим поколениям в такое время, когда в начале XIX века в процессе урбанизации этим сказкам уже грозила опасность бесследного исчезновения. Одним из самых ценных сказителей для братьев стала так называемая женщина Фиманша. Пишет Вильгельм Гримм, «Одной из счастливых случайностей было знакомство с крестьянкой, расположенной недалеко от Касселя деревни Цверен. Благодаря ей мы получили значительную часть изложенных здесь и потому истинно гессенских сказок, а также множество дополнений к первому тому. Она прочно держит в памяти эти старинные предания, дар, который, как она говорит, дан не каждому, а иные и вообще ничего упомнить не могут. Рассказывает она степенно, уверенно и необыкновенно живо, и сама получает от этого удовольствие. Вначале она не сдерживает себя, но потом, если ее попросить, повторяет все помедленнее, так что при известной сноровке за ней можно записывать. Многие ее рассказы таким образом удалось запечатлеть дословно, и их подлинность не может вызывать сомнения. Также, как один из самых плодотворных источников для Гриммовского собрания сказок, в историю литературы вошла так называемая «Старая Мария». Еще совсем недавно за нее принимали дочь кузнеца Марию Мюллер, который ко времени выхода в свет первых томов сказок пошел уже якобы седьмой десяток. Однако у братьев Гримм нигде нет указания на то, что какую-либо сказку им непосредственно или хотя бы через других лиц сообщила «Старая Мария». Таким же была эта таинственная рассказчица. Она упоминается в рукописном наследии братьев с указанием даты записи в 1811, 1812 и 1813 годах. Исследователи Гримоведы пришли к выводу, что старой Марии могла быть только Мария Гассенпфлук, одна из сестер Гассенпфлук. Дело в том, что между семьями Гриммов и Гассенпфлук с самого начала установилась тесная связь. И важным звеном здесь послужила самая младшая и единственная сестра братьев Лотхен, редко упоминаемая в их биографиях, однако весьма рьяная поощрительница братьев в их собирательной работе. Самое интересное, что Мария Гассенпфлук красотой, которой братья восхищались настолько, что втайне считали ее бессмертной, оказалась 27-летняя девушка. И вот она-то отличалась как раз с той самой свежестью и красотой, а по тем временам это считалось очевидной редкостью, что братья решили ввести данный эпитет, старое, чисто с целью добавить имиджу сказительницы больше таинственности и подчеркнуть невероятную кладезь ее памяти, так как Мария рассказала братьям более 45 сюжетов из тех, что ей, в свою очередь, рассказывали в детстве. И вот она-то была лучшей подругой Лотхен, их младшей сестры. Интересно то, что вместе с Марией Гассенпфлук к людям из народа, передающей свои сказания и предания братьям, присоединился и слой образованных горожан, которому по своему просхождению принадлежали и сами братья. Таким образом, носителем традиции древнейшей народной поэзии был для братьев в принципе знающий жизнь человек, безразлично относительно того, из какого бы общественного класса он не вышел. Также замечательный факт, что среди рассказчиков, будь то крестьяне или люди из городского бюргерства или даже дворянства, всегда было значительно больше женщин, нежели мужчин. И среди этих женщин не столько старых сказочниц, сколько совсем молодых девушек. И прежде чем мы закончим рассказ о трудах и заслугах братьев Гримм в собирании сказок и перейдем непосредственно к анализу сказочных сюжетов, необходимо упомянуть тот факт, что братья никогда не утверждали, будто они опубликовали истинно немецкие сказки, или хотя бы только сказки немецкого происхождения. Тем более, что некоторые из их помощников вышли из гугенотских эмигрантских семей, и потому здесь можно допустить французское влияние. Сборники всегда и неизменно назывались детские семейные сказки, собранные братьями Гримм, без определения немецкие, какое по праву имеют их позднейшие труды, такие как немецкие предания, немецкая грамматика и немецкий словарь. Вильгельм Гримм сделал вывод относительно этого уже в 1811 году. Он пишет, «Итак, становится все яснее, как народы воздействовали друг на друга, что они друг другу сообщали. Если мы вполне это осознаем, то сможем отважиться последовать за той нитью, которую спрятала старая выдумка и которую чудесными кругами и узорами протянула она по свету. Как было бы возможно иначе без этого следования по ее путям от народа к народу постигнуть жизнь поэзии, ее возникновения и развития?» И вот здесь мы подступаем непосредственно к художественному и стилистическому анализу сказок «Братьев Гримм». Это, конечно, отдельная очень большая тема для разговора, но мы постараемся максимально четко и быстро пройтись по их авторскому новаторству. Итак, прежде всего, их новаторство как сказочников, как записывателей сказок состоит в том, что в собственных работах братья очень часто обращают внимание на многие аспекты из психологии, психотерапии и даже в какой-то степени психиатрии. Это доказывает перед нами тот факт, что многочисленные образы сказочных героев Гримм имеют смысл и в так называемой сказкотерапии. Например, достаточно популярен синдром умной Эльзы, то есть состояние человека, который представляет свое собственное будущее только в унылом свете. В рамках психологии максимальную заинтересованность по отношению к сказкам братьев затрагивает учение об архетипах, так как оно тесно связано с мифологией и хорошо сочетается с самим положением авторов о мифе, как о сумме верования народов. Термин мифологического архетипа довольно многокранно, и описывает Карл Юнг. Допустим, он говорит, что архетип это концентрированное выражение психической энергии, актуализированное объектом. А в более поздней литературе это понятие стало использоваться для выражения наиболее общих, фундаментальных, общечеловеческих мифологических мотивов, а также изначальных схем представлений, лежащих в основе любых художественных, в том числе мифологических структур, как пишет уже исследователь Ярошенко в 2002 году. И с этой точки зрения сказки братьев Гримм на самом деле богаты и классическими не только для немецкой культуры, но и для культуры вообще. От архетипа мрачной тени и разрушающей и поглощающей праматери таковы, например, мачеха из Белоснежки или в русском переводе она более известна как Снегурочка, а также матери из Ганса и Гретаря. То архетип образцового христианина, который умеет сопереживать, милосерден и великодушно щедр по отношению к нуждающимся людям, будь то даже ценой собственного благополучия, вплоть до того, что сам остается без пищи и одежды, как, например, героиня из Звездных Тайлеров. Также сказки братьев касаются аспектов социологии и областей межчеловеческих взаимоотношений, а также наглядность с точки зрения социологов показывает читателю всю разнообразность отношений между людьми противоположного пола. И здесь мы вновь вспомним Белоснежку, она же Снегурочка, Чудо-птицу, которая очень близка по своей стилистике к синей бороде, Красную шапочку, Золушку, даже Рапунцель. В исключительно гендерном плане показательно то, что британский психолог профессор Салли Годдард Блайт в своей книжке, которую посвятила детским сказкам, наилучшими произведениями для нормального формирования у девочки взглядов о непростой взрослой жизни и об отношениях между мужчиной и женщиной представляет только три сказки, и все они из сборника Братьев Гримм. Это Золушка, Снегурочка и Рапунцель. Сказки Гримм касаются также многочисленных исторических аспектов, обравляя их во внезапной мифологической трактовки, как, например, это было в Короле Лягушке или Железном Рейнхе. Кроме всего, работы Братьев Гримм трактуются представителями христианской теологии, веры, а также философии. Также можно сказать, что в сфере мифологического символизма Братьев Гримм очень далеко пошли, потому что записывали непосредственно максимально точно все свои предания. Так, например, согласно суждению британского поэта Герберта Грейвса, число семь присутствующие в Белоснежке или в Снегурочке в русской трактовке в числе гномов и горных вершин объединяет эту сказку также и с такими сказками, как «Семь воронов», «Волк» и «Семеро козлят» или, например, «Двенадцать братьев». Представление о том, что число гномов содержит последовательное значение, как, например, в теоретических трудах по нумерологии, это отражается и в работах такого современного литературоведческого ученого, как Каролайн Томпсон. Интересно еще, что многие работы братьев Гримм в принципе были неоднократно раскритикованы. То есть детские семейные сказки, как мы помним, были выпущены в нескольких изданиях. Одно, то, которое попадало в руки в принципе всех людей, и то, которое можно было дать и почитать исключительно детям. Эти сказки в целом в первом издании были расценены оптимально из-за своих академических вставок, не подходящими для детей. Им придавало это, именно вот этим сказкам, исключительно научную значимость и не соответствовало взглядам литературы для детей. Согласно данным обстоятельствам, например, в следующих изданиях были убраны сцены определенного характера, например, как в сказке «Рапунцель» вырезали сцену, где девушка невинно задает вопрос своей матери-волшебнице, почему же ее платье стала сильно обтягивать живот, таким образом открыв свою беременность, наступившую из-за ее тайных встреч с принцем. Потому как мы знаем, что в оригинальном сейчас прочтении сказки мы можем видеть, что Рапунцель задает вопрос своей, так сказать, мачехе-ведьме, почему тебя тащить тяжелее, чем королевича, его я поднимаю в один миг. А позже, когда злобная королева отрезает ей прекрасные золотые волосы и выкидывает девушку в лес, мы узнаем, что та долгие годы жила там, родив от принца двух детей, мальчика и девочку, близнецов. То есть пытались еще позже сгладить особую жестокость. Очень много было в народных сказках в принципе драматичных, жестоких поворотов, как, например, в сказке про можжевельник, где родная мать собственного пасынка, так сказать, сына от первого брака ее мужа просто жестоко убивает с помощью сундука, а впоследствии четвертуют его и варят из него суп. То есть подобные вещи как бы старались вырезать. Таким образом к детям попали уже абсолютно другие сказки, уже абсолютно переделанные, облегченные варианты. однако эти произведения влияют в принципе на всех ценителей фольклора и на ценителей современников братьев Гримм, воодушевляя их к собиранию сказочных историй и пробуждая в них дух романтического понимания своей национальной идеи. Нужно сказать, что вообще очень много различных вариантов символов, которые берут свое начало из немецкой мифологии самих братьев Гримм, якобы Гримм от трехтомника большой, он написал, и там очень многие символы вообще взяты как само собой разумеющиеся. Так, например, характеры волшебных действий в сказках совпадают с видами и типами народной магии. То есть основные виды магии у нас какие? Лечебная, вредоносная, то есть порча, любовная и хозяйственная. Порча в сказочном повествовании обычно осуществляется через непосредственное соприкосновение, то есть через так называемую контактную магию. Достаточно лишь напиться какого-нибудь зелья, принять внутрь какой-либо наговоренный предмет, дотронуться до наговоренного предмета, и все, дело сделано. В связи с этим мы сразу же вспоминаем сказку про Снегурочку или же Белоснежку. И, как мы помним, королева очень жестоко поступила с бедной девочкой. Она три раза переодевалась крестьянкой и приходила к ней с целью якобы продать диковинные товары. И первым у нас лотом, так называемым, шли разноцветные шнурки, с помощью которых она задушила девушку. И вот гномы смогли ее расшнуровать и спасти. Вторым лотом шел отравленный гребень, прикоснувшись к которым к волосам девушки, она погрузила ее в практически мертвый сон. И третьим супер просто, супер бомбой было вот это красно-белое яблоко, которое она окрасила таким образом, чтобы не вызвав подозрения у Белоснежки, разделить его на две части и съесть обезвреженную, то есть не ядовитую сторону. В то время, как девушке досталась как раз-таки самая крепкая такая часть, после которой ее спасти смог только уже принц непосредственно. Также очень много любовной магии в книжках, то есть в сказках, точнее, братьев Гримм, она в принципе также может накладываться и на еду, и на питье, то есть нередки случаи приворотов, как, например, здесь же вот и яблоко мы берем как и жизненная сила, любовь, и с другой стороны по христианским канонам это цена первородного греха, и в наказании за нарушение обета яблоко часто становится причиной смерти, то есть наказывали-наказывали гномы не давать девочке белоснежке кушать это яблоко, ничего не брать из рук у старой крестьянки, она не послушалась, и вот чем все это закончилось. А с другой стороны в сказке про можжевельничек ребенок, дочка главной героини, которая в итоге тоже погибает очень неприятной смертью, она просит дать яблочко для себя и своего брата, и если ей она дает яблоко с любовью, и то оно не приносит никакого вреда своей дочери родной, то пасынку своему она яблоко дает с расчетом на хитрости, принимая его, мальчик ну попадет жертвой от рук собственной мачехи. Кроме того, здесь как раз, как мы говорили, есть имитативная магия, то есть это всегда предмет, щетка или гребень, или какой-то кубок завороженный, как, например, в сказке «Три черные принцессы». Если вы помните, сказка расценивалась таким образом, что мужчина-крестьянин попадает в определенный замок, в проклятый замок, он забудился в лесу и попадает в замок, где перед ним появляются три черных принцессы, полностью черные, одеты во все черные, как монахини, лишь с чуть белым лицом. Они дают ему испить искупка, в результате которого он теряет память и остается с ними на какое-то время. Но когда действия с надобья проходят, ему удается сбежать, и уже придя домой, ему говорят, что если ты не вернешься, за нами, за всеми придет беда. И тогда они дают им особую христианскую свечу, которая и раскрывает проклятие этих сестер, принцесс, то, что они вообще-то далеко не люди, и ни один принц, что бы они ему не обещали, ни один человек, который остается с ними, он, в общем-то, не доживает в итоге своего счастливого финала. И вообще здесь в целом мы можем говорить, что лес играет роль задерживающей преграды некого разделения между потусторонним сказочным пространством и непосредственно пространством бытовым, существующим на самом деле. Здесь есть кустарник, терновник, шиповник. Например, в сказке Шиповничек, который очень близок по своему наполнению к сказке про спящую красавицу, мы непосредственно видим в итоге, что все зарастает кустами шиповника, когда принцесса впадает в сон, и все королевство впадает в сон, так же, как и у Шарля Перо, только у Шарля Перо непосредственно розовые кусты, а здесь шиповник. Шиповник у братьев Гримм почему берется? Потому что в народной версии он обладал более острыми шипами непосредственно, которые убивали всех принцев, пытавшихся долгое время к ним прорваться, к принцессе и получить свой главный приз. Собственно, точно так же шип, как некое символическое наказание за нарушенный обет, оно постигает и принца в сказке Рапунцель. То есть там мы видим вообще запрет дважды, двойной. То есть сначала это воровство Рапунцель, это зеленое чудо-травы, а второй раз непосредственно, когда уже принц, потеряв свою возлюбленную, когда ведьма привязывает косу, спускает их вниз, и принц, собственно, забирается по ним наверх и видит ее, она выкидывает его из башни, и он полностью выкалывает себе глаза этими шипами от терновника, и вот уже долгое время скитается, пока не находит свою практически невесту-жену вместе с детьми и две ее слезы, представляя собой как раз-таки живую воду, лечебную магию, они его спасают, и принц прозревает и увозит ее к себе. Все прекрасно, все замечательно. Кроме того, здесь мы видим и символы зла, это всегда практически ведьма, ведьма, которая имеет воспаленные веки, красные глаза, змеи, которые всегда скрываются в кустах, пытаясь как-то соблазнить чистых душой, и им противопоставляются силы добра и справедливости, более светлые варианты, такие взятые образы из христианской уже, как бы, мифологии, это ангелы, голуби, лебеди, символизирующие чистоту, благородство, любовь, святость, кротость. Допустим, в энциклопедии символов Ганса Бидаемана мы читаем «Голубь меру любви в обезвластный нежный характер, который приписывается этой птице и делает ее одновременно воплощением кротости и любви, а наряду с этим болтливости и пугливости». Насколько вы помните, в сказке «Золушка», очень кардинально отличающейся от сказки Шарля Перо, хотя имеющей примерно ту же сюжетную канву, девушка ходит на могилку к своей матери, безвременно умершей, и именно там к ней прилетает голубка, дарящая ей необходимые ей вещи, желания, если та попросит. То есть никакой феи крестной там нет, там есть именно дух матери, который вселяется в птицу и помогает своей дочери до самого конца. Также мы видим и серию запретов, вот как мы уже говорили, с яблоком, или же запрет стричь волосы, потому что потерять волосы означает потерять силу. У немцев, в принципе, волосы всегда был признаком свободно рожденного. Рабы, приговоренные к наказанию, остригались. Так вот, отрезание косы женщины являлось символом ухода в монастырь. Именно поэтому, когда ведьма отрезает Рапунцель и ее прекрасные золотые волосы, мы понимаем, что женская часть этой девушки утрачена. К счастью, она успела выносить и родить двоих детей, но в принципе ее женская сущность вместе с этими волосами была потеряна. Именно поэтому она долгое время в нищете, в беде, в горе, как бы отрабатывая карму своего вот этого вот нарушенного запрета, очищаясь там, она ждет своего принца. Естественно, куда мы можем пойти сегодня без образа зеркала? С зеркалом, в принципе, связано очень много символичных каких-то, мистических представлений. Символика зеркала в принципе неоднозначна, потому что считается, что зеркало обладает способностью удерживать душу или мешает ее переходу в иной мир. Оно связывает мир живых с миром мертвых. Человек, долго смотрящий в зеркало, может в нем потеряться. Именно поэтому зеркала часто являются волшебными магическими предметами, как в той же Снегурочке. Что там, кто говорит королеве о том, что вы, королева, прекраснее всех на свете, но Снегурочка прекраснее вас. То есть как там все это берется. То есть часто фигурирует мельница. Например, в сказке про белую и черную невесту посылают у дочи мельника. Мельница как символ выравнивания действия злых и добрых сил, размалывающая все зерна. Дочь мельника пытается в общем-то спасти принцессу по-своему. И, как мы говорили, очень важна здесь магия чисел, ее символическое значение. Очень часто встречается в сказках братьев Гримм число 3, которое, конечно, символизирует Святую Троицу, поэтому оно чаще всего связано с положительным контекстом. 12, как число апостолов, например, в сказке 12 братьев, которые мы рассмотрим чуть подробнее впереди. И число 7, которое обладает каким-то каббалистическим подтекстом, скорее всего, потому что в европейском средневековье всегда считали по числу 7. 7 добродетелей наук и искусств, 7 таинств, 7 возрастных периодов жизни человека, 7 смертных грехов, 7 просьб. То есть очень много заложенных внутри контекстуальных смыслов в этих сказках. И, конечно же, братья Гримм, дословно их записывая, особенно Вильгельм, они, конечно, погружались весь в этот контекст. И, в общем-то, что мы можем сказать, что перед нами очень много образов, которые, в принципе, что называется, детям не игрушка. То есть несмотря на интересные сказочные сюжеты, и первые издания были все-таки гораздо более академическими. То есть братьям Гримм пришлось подвергнуть сюжеты достаточно сильному рецензированию. Лишь после этого, выпущенные вторым изданием, эти сказки смогли стать удобоваримыми непосредственно для детской аудитории. Однако многие заложенные в сказочных сюжетах братьям Гримм тем не менее находили отклик в сердцах детей и подростков, только совсем на ином уровне. Дело в том, что многие из тогдашних вариантов сказок братьям Гримм воспринимались малым поколением немцев скорее как народные страшилки, деревенские легенды, на основе которых складывалась особая культура так называемых баек у костра. Культура этих страшных историй с вполне определенным моральным посылом впоследствии перерастет в такой прекрасный литературный жанр, как готический роман. Красивые мрачные истории в антураже еще тогда близкого людям в Средневековье они были полны естественного народного символизма и воспринимались взрослыми людьми на уровне не сказок, но именно легенд, неких исторических былий, которые вполне могли произойти в те времена, когда рыцари, прекрасные принцессы и повсеместное колдовство не то чтобы имели право на существование, но осознавались как нечто вполне себе разумеющееся, не подвергнутое печальным догматическим как раз-таки те элементы, которые по своему смысловому наполнению больше всего подходят как бы к прообразу готического романа, то мы не можем не вспомнить одну из самых знаменитых сказок братьев Грима, это сказка «Двенадцать братьев». Итак, данная сказка относится к группе ролевых магическо-анималистических сюжетов, так как основными темами здесь являются кровное преследование и проклятие, вследствие которого герои превращаются в животных, а в данном случае в воронов. Напомню вкратце сюжет. В одном далеком королевстве у правящей щиты было двенадцать детей, но все только мальчики. Когда королева забеременела в тринадцатый раз, король выдвинул условия, при котором, родись на свет девочка всех ее братьев, следовало тут же убить. Это делалось с прицелом на будущее. За невинную невесту и почти полное царство на защиту встали бы более выгодные партии в лице принцев из соседних государств. При этом король приказал изготовить двенадцать маленьких гробов, да, следим за числами, и наполнить их деревянной стружкою. Очевидно, чтобы маленькие царевичи не соблаговолели вернуться за нерадивым королем отцом с того света. Дерево использовалось в те времена и в качестве оберега от темных сил. Считалось, что, например, осиновая стружка не давала выходить из гроба неупокойным душам. Об этом же пишет Якоб Гримм в своих немецких преданиях в сборниках про немецкую мифологию. Конечно же, король в сказке «Двенадцать братьев» понимал, что его может ждать за столь жестокое преступление, а потому очевидно, как следует подготовился. Итак, несчастная королева-мать не хочет для своих детей подобной судьбы, а потому просит младшего сына, названного, подчеркивается сказителями, по-библейски Вениамином взять с собой одиннадцать братьев и бежать укрыться в лесу. Она просит его влезть на самое высокое дерево и дежурить в ожидании знака – флага на башне, что будет возвещать о рождении следующего ребенка. Вениамин в точности следует указаниям матери, и вот на башне появляется красный как кровь флаг, что означает, что родилась девочка и братьев ждала страшная участь. Все мальчики укрылись в лесу и, прячась от преследования, укрылись в самой глухой чаще, в одинокой заколдованной избушке. Вообще, вот этот момент он очень интересный. Почему избушка их впустила и почему они впоследствии жили в ней несколько лет без каких бы то ни было последствий? А вот ответ как раз ждет нас впереди. Итак, за прошедшие с момента побега братьев несколько лет их сестра, успела вырасти и стать самой прекрасной девушкой в мире. Об ее исключительности говорит и особый отличительный признак золотая звезда в лбу. Возможно, возможно, что это родимое пятно особой формы, подтверждающую королевский статус. Сестра узнает тайну матери своих братьев и решает найти их. Это ей удается и она решает остаться с братьями, тем более, что те рады ее приходу и не ожидают, что она окажется настолько доброй, чистой и совсем не похожей на их отца. Спустя какое-то время безмятежного существования для своих братьев двенадцать лилий из маленького садика, что растет рядом с избушкой. Однако, как только она срывает цветы, ее братья тут же превращаются в воронов. Вот, таково было проклятие сделки, которую, как мы понимаем, заключила сколдунья и мать принцев и принцессы, дабы уберечь тех от гнева отца. Пока росли лилии в заколдованном саду, братья и сестра были в безопасности. А средство от проклятия только одно. Девушке придется семь лет молчать, не говорить и не смеяться, и тогда братья смогут вернуть свой человеческий облик. Как видим, символическое значение чисел здесь более чем явно. Двенадцать братьев и семь лет молчания. Все это отсылает нас к библейским мотивам искупления нарушенного пусть и нечаянного обета. Принцессе предстоит пережить за эти семь лет много испытаний, однако, даже рискуя погибнуть в жарком огне костра, девушка молчит и тем самым спасает своих братьев. Это же мы видим впоследствии в сказке про шесть лебедей, опять же, в гримовских, и уже позже даже у Ганса Христиана Андерсена в «Диких лебедях». То есть это очень такой распространенный сюжет, он в разных интерпретациях, то есть где-то мальчики в воронов обращаются, где-то в птиц, но вот эта тема оборотничества, она в принципе всегда присутствует в сказках братьев Грим, и это всегда наказание за какой-то нарушенный запрет. По итогу мы здесь видим и тему кровного преследования, и темной магической сделки, что неминуемо приносит след за собой горе, ибо заключена она была явно с представителями потустороннего мира, потому что сад принадлежал ведьме. Символичные цвета сказки, черные вороны, черные гробы, красный флаг против белого флага и белых лилий. Добро проходит испытание, прежде чем одержать победу над злом, а зло неминуемо настигает любого, будь то простой крестьянин или царевич, если нарушается некий священный обет. Все эти символы мы сможем увидеть и в самых ранних готических романах, позже, да, в замке Атранта Горация Уорпола, а еще раньше мы их знали по рыцарским романам, повествующим о полуфантастических историях из цикла Короле Артуре. Что любопытно, вот эта вот фраза «красный как кровь, белый как снег и черный как смоль» или «черный, да, как черное дерево», он неоднократно, этот мотив упоминается в сказках «Братьев Гримм», и в частности «Снегурочка», она же «Белоснежка», и в частности сказка про «Аможевельничек», и в частности сказка про «Белоснежку» и «Алацветик», всегда они за собой несут вот этот вот определенный мотив цвета. То есть, скорее всего, здесь речь идет о том, что белый цвет символизирует собой чистоту, какую-то невинность, да, интерпретируется как, особенно для девушки, набор очень белых, светлых эмоциональных качеств. «Красный как кровь» это все-таки указание на ее женственность, то есть кровь как концентрат чего-то, концентрат женской силы, а черный как смоль или черный как дерево, скорее всего, указывает здесь по характеру своей символики непосредственно, как говорят германисты, на все-таки некое свое потустороннее происхождение, на то, что девочку ждет впереди некое страшное испытание, которое она за счет преобладания других своих двух качеств, а именно гиперутрированной, гиперсильной вот этой женственности и чистой своей души она сможет их успешно преодолеть. Вот примерно так вот как-то вот такой примерно расклад на этих сказках. Ну и, конечно же, очень большую роль играет золотой цвет, как символ богатства, как символ солнца, света. Это мы можем видеть и в Рапунцеле золотые волосы, да, ее светлые как золото волосы, и в Король лягушонок или Железный Генрих с золотым мячиком и с золотыми платьями, в Золушке золотые платья там также были. И вообще во многих, во многих сказках. Здесь, конечно же, это не только цвет богатства, но и цвет принадлежности вот к царской крови. Вот это вот золотое пятно в виде родимое, родимое пятно в виде золотой звезды. Всегда, когда в одной из сказок у героини вот эти вот типа три орешка были, также ей приносит лягушка, из которой она достает первое платье лунное, как лунный свет, да, светлое, серебряное, а второй золотой, как солнце. Все это, конечно же, указывает непосредственно на то, что героиня, если она была из бедной семьи, то будет либо принцессой, либо, если она, в принципе, из царской семьи, указывает на ее какой-то титул. То есть здесь мы видим именно светское отображение. И вот, что и любопытно, если мы будем брать чудо-птицу, сказку, которая вообще, как бы по названию, никак рядом не лежала, рядом с синей бородой, оказывается, что в ней очень много интересных параллелей. Но чудо-птица имеет под собой гораздо более обоснованную, подробную, да, канву, нежели синяя борода. То есть, если там был некий купец, который промышлял темным делом, то тут нас изначально готовят к тому, что на девушек охотился всегда колдун. И здесь главных героинь три, три сестры, две из которых также были похищены королем, получили богатство, но некий запрет в виде яйца и ключика. И вот и то, и другое приводит их просто к ужасной гибели. Вообще, честно говоря, я бы эту сказку никогда не включала в детские сборники и давала читать только взрослым, потому что некоторые из сюжетов «Братьев Гримм» настолько живописны именно в плане хоррора и готики, что с одной стороны, да, они дают нам, в принципе, как бы задуматься над тем, насколько жестоким был мир в Средневековье, а с другой стороны, это даже никакой «Игре престолов» не снилось, насколько чудовищные там есть моменты. Вот что в «Можжевельничке», там, кстати, играет обратную роль со Снегурочкой вот эта вот формула, и здесь непосредственно вот в «Чудо-птице». И здесь речь идет о трех героинях, три сестры, для которых, к счастью, все заканчивается хорошо, потому что третий оказывается самый смышленый и умеет воскресить первых двух. Так же, как в «Синей бороде» в итоге колдуна убивают родственники, но здесь все очень, как бы, очень настолько красочно, все и пожар, и расписной череп, то есть настолько вот понимая, что у этого сюжета какие-то действительно языческие корни, что невольно можно подумать, в принципе, о том, что вот в этой сказке, в этом мотиве некоего собирателя человеческих душ, собирателя костей, в принципе, заложена дилемма о серийном убийстве. О серийном убийстве как о каком-то наказании, которое сегодня в современных детективах нередко выводят на первый план, то есть чаще всего в современной билетристике убивают убийца. Почему? Потому что когда-то некая девушка совершила некое преступление против чести и достоинства героя в кавычках, да, вот антигероя преступника, и сейчас он должен их всех покарать. И вот чем страшнее кара, тем по мысли преступника лучше будет справедливость. Так вот, как мы видим, все, в общем-то, корни идут от синей бороды и от чудо-птицы. И что еще можно сказать, что не случайно я говорила о том, что многие девушки были из дворянского и городского сословия, рассказывающие сказки братьям Гримм. Здесь хотелось бы чуть заострить на сказке, внимание на сказке, которая называется «Стеклянный гроб». Я не буду ее целиком пересказывать, скажу лишь, что здесь очень сильные элементы магического детектива, жанра, который сегодня просто дико распространен. И я бы так сказала, что если бы сегодня снимали фильм какой-то, вот в недостаток в сюжетах, просто послушайте, что рассказывает героиня, запертая в стеклянном ларце, он же стеклянный гроб своему освободителю. Принц, кстати, в данной сказке не принц, а портной, волей судеб, попавший вот в такую непростую ситуацию, провалившийся в скалу, где нашел заколдованный замок и девицу в нем. Вот что рассказывает девушка относительно того, как она попала в этот самый колдовской замок. Цитирую. Однажды вечером к нам в замок заехал на коне какой-то незнакомец. Он сказал, что ему из-за позднего времени добраться до ближайшего места трудно и попросился у нас переночевать. Мы любезно удовлетворили его просьбу и он долго беседовал с нами за ужином и самым приятным образом рассказывал нам всяческие истории. Он так понравился моему брату, что тот предложил ему остаться у нас на несколько дней. Незнакомец сначала отказывался, но потом согласился. Была уже поздняя ночь, когда мы встали из-за стола. Незнакомцу была отведена комната и я, устав, поспешила поскорее улечься в свою мягкую перину. Но только я задремала, как меня разбудили звуки нежной и приятной музыки. Я не могла разобрать, откуда они доносятся и хотела было разбудить свою служанку. Она спала в соседней комнате, но к моему изумлению я чувствовала, будто на меня навалился страшный кошмар и неведомой силой отнял у меня язык. И я не могла вымолвить ни слова. Я увидела при свете ночника незнакомца, проникшего ко мне в комнату через две гребка запертые двери. Он подошел ко мне и сказал, что это он затеял чудесную музыку и с помощью волшебных сил, которые ему повинуются, сделал так, чтобы я проснулась. Что он прошел через все запоры с намерением предложить мне руку и сердце. Но мое сопротивление его волшебству было настолько сильным, что я не удостоила его ответа. Некоторое время он стоял неподвижно, видимо, в намерении дождаться от меня благоприятного ответа. Но когда я продолжала молчать, он гневно объявил, что отомстит мне за это и найдет средство наказать меня за мое высокомерие. После чего покинул комнату. Я провела ночь в сильном волнении и задремала только под утро. Проснувшись, я поспешила к своему брату, чтобы сообщить ему обо всем случившемся. Но я не нашла его в комнате. Слуга сказал мне, что на рассвете он выехал вместе с незнакомцем на охоту. Причувствуя недоброе, я быстро оделась, велела оседлать моего любимого и находца и поскакала в лес в сопровождении только лишь одного слуги. Но слуга упал вместе с лошадью и не мог следовать за мной, так как лошадь его сломала себе ногу. Я, не останавливаясь, продолжала скакать дальше и спустя несколько минут заметила незнакомца вместе с красивым оленем, которого он вел на поводу. Незнакомец направлялся ко мне навстречу. Я спросила его, где он оставил моего брата и как поймал он этого оленя. Я видела, как из больших глаз оленя текли слезы. Вместо того, чтобы мне ответить, незнакомец громко рассмеялся. Меня охватил яростный гнев. Я выхватила пистолет и выстрелила в чудовище, но пуля отскочила от его груди и попала в голову моей лошади. Я упала на землю. Незнакомец пробормотал несколько слов, после чего я лишилась чувств. И вот, очнувшись, я увидела, что нахожусь здесь, в этом подземелье, в стеклянном гробу. Злой чернокнижник явился снова и сказал, что он обратил моего брата в оленя, а мой замок и все, что в нем находилось, он сделал крошечным и запер его в стеклянный ящик, а моих слуг обратил в дым он легко сможет вернуть все в прежний вид. Стоит ему только открыть сосуды и все сделается таким, как и было. Я ничего не сказала ему в ответ, как и в первый раз. Он исчез и оставил меня лежать здесь, в подземелье, где я впала в глубокий сон. Ну, то есть, вы понимаете, что если вы даже будете читать ту же готику 19 века, те же романы Стокера, то вообще вот этот отрывок, он очень похож по сопоставлению с будущим модным жанром 19 века, прозой эпистолярного жанра, то есть, когда роман ведется в письмах, и герои очень подробно рассказывают, что с ними произошло, чтобы распутать какой-то элемент интриги. Так же, как, например, и далее в сказке про стоптанные туфельки, где главный герой, простой солдат, решает попытать счастье и устроиться к одному королю, так сказать, частным детективом, потому как тот по своему королевству разослал приглашение поучаствовать в такой затее, что его дочери каждую ночь куда-то исчезают, где-то танцуют и возвращаются под утро в стоптанных туфлях. Но как, невозможно вычислить, потому что их запирают, этих дочерей, и как они вообще туда попадают, куда они уходят, непонятно. И, собственно, в качестве доказательств солдат единственный додумывается не пить околдовывающего вина на ночь, опять же, вот эта вот имитативная контактная магия, которая накладывается на еду. Ему бабушка, старушка, которая, судя по всему, оказывается некой ведуньей, помогает помощникам, элемент помощника из всех сказок, она дает ему плащ-невидимку, с помощью которого он опускается в подземный мир, вслед за принцессами и узнает, что те, в общем-то, с колдунами там танцуют. 12 братьев колдунов, 12 заколдованных принцев, именно с ними до утра танцуют принцессы, в результате чего их туфельки оказываются стоптаны. Доказательство солдат отламывает от ветки дерева из серебра, из бриллиантов и из золота для того, чтобы доказать королю, что это действительно так. Потому что тех, кто не смог этого доказать, принцев, которые приезжали попытать счастье в той же профессии, их всех ждала казнь. И то есть вот эта вот тема, предтеча, внедрение в сказки некоего светского мотива, она, конечно, потом дает пищу для самых разных жанров, для детективного романа, для готического романа, но прежде всего, так как у нас чаще всего используются символы христианской, языческой мифологии и их столкновения между собой мы видим, то здесь, конечно, мы можем говорить о том, что, конечно, в первую очередь это прообраз именно готических романов, кроме того, что пространство всегда заперто, то есть это либо некий замок, либо некое подземное королевство, то есть достаточно ограниченный замкнутый хронотоп, внутри которого буйствует вот эта невидимая сверхъестественная сила. Таким образом, мы видим, насколько вот сказки братьев Гримм символичны, мощны по своему пути и насколько они действительно проложили нить во все современные времена, во все современные жанры и насколько они могут быть актуальными даже сегодня. Я очень надеюсь, что вы прониклись с духом братьев Гримм, узнали о том, что-то интересное из их жизни, насколько они были великими учеными и насколько глубокий контекст они всегда закладывали в сказки, даже пытаясь их обработать и переписать так, чтобы донести до нас те смыслы, которые испокон веков из архаического общества передавались в изуст в уста, сохраняя некие прасюжеты литературные, из которых мы сегодня имеем выращенные жанры во всем том богатстве мировой художественной литературы, которых бы у нас не было, не будь у нас сказок братьев Гримм. Большое спасибо за внимание и до новых встреч на канале Клуб Друзей Белинки. Продолжение следует...